короче самое главное здесь то что управляется все на руле все кнопочки это вот этот сенсор если вы перещалкиваете можете он так вот видите он будет перещалкивать как все ништяк и с этой же стороны тоже это под мультимедийный экран делал за так нажимаете долго вышли меню и вот он все на сенсоре короче не надо вон там тыкать что-то где-то искать отвлекаться по дороге как некоторые это говорят нет все на руле и я хочу сказать все очень удобно с того плана все равно что ты на руле щелкаешь все равно будешь искать до неделю поездите вы уже выучите наизусть и будете закрытыми глазами себе виде короче по кнопочкам по руля это там помад больше меньше это выключить там помад это вернуться в главное меню если вы куда-то здесь зашли это кнопочка выставляешь расстояние впереди едущей машины и при заведенной если еще раз сюда нажмете выскочит а вот обороты можно повысить стоячем состоянии чтоб там накачал компрессор побыстрее или еще чего-нибудь и также здесь выставляешь мака допустим не стоит 80 с горки там плюс 4 также вот можете здесь на клавишу нажать она выделится и можете выставлять плюс 5 плюс 6 плюс 7 плюс 8 это внизу то что он катится будет уже когда он с горки съехал меня стоит но обычно по автобану есть 80 как нам 80 разрешено он 88 держит плюс внизу уже когда пошла прямая до 89 доводит идет и перед горкой стоит то что он один километр может скинуть я это убрать не могу потому что если я убираю на она даже не убирается все у нас вот минус один сохраняем это перед поворотами если где извилистая дорога начинается вы можете выставить больше меньше чтоб он скоро скидал то есть если вы вставляете на максимум он перед этим заворотом вам максимально как возможно скинет нам больше скорость и это катится то есть перед каким там знаком стоп или уступит дорогу он это распознает и он получается будет катиться чем больше вы выставляете на максимум тем он раньше пускает на нейтралку докатывается как бы по этой кнопочки все эта кнопочка вы выставляете там помад адаптивный можете обычный выставить вот вам внизу будет перещалкиваться обычный либо если долго нажмете лимит то есть выставляете 50 километров час соли вам больше не не едет так поехали дальше это воздух 1 2 круг температура мотора вот она все на джойстике я нанесу приставил так она показывает масло слишком много ладно я стою криво может быть неправильно показывает хотя давно я сюда не заходил кстати на где-то прямо встать будет потом посмотреть окей ладно здесь показывает километраж за сутки рабочее время среднюю скорость и средний расход при этом же вы можете нажать на вот эту кнопочку в этом подменю и она откроется еще больше и если вы будете вот этим сенсором листать на низ на будет на низ опускать и вот можете увидеть 334 рабочего сколько я проехал и сколько я стоял минут то есть стоячем состоянии машина не находилась 15 минут не ехала расход средний километраж 45 при ну 48 езде показывает и расход среднем 29 4 литра при езде вот на показ 28 и 9 и стоячем состоянии но если стоишь просто отрабанишь 0 7 литров съел также можно нажать назад и это менюшки у вас три штуки три штуки первые скинуть можно и 2 я никогда не скидывал и пофиг не как-то не страдая вот допустим за 36679 километров почти то есть получается с начала получения машины никто его не скидывал стоячем состоянии машина натарабанил 102 часа и 25 минут проезжено было 569 часов и 49 минут большие как-то числа и стоячем состоянии она сожрала за весь этот километраж почти 260 литров вы себе это вдумайтесь 260 литров так думаешь когда стоишь так тарабанишь один день 2 ты это не замечаешь а в итоге за весь километраж посмотришь просто папки ну и в среднем за это километраж 27 7 литров у меня выходит ну и так же вот она 3 за 24 тысячи километров так что погнали дальше это расход сколько дизеля осталось на километров сколько осталось на мочевины средний расход у меня мотор заглушен как бы ну не средний сколько вот литров в час когда просто стоишь он показывает кстати здесь стоит максимально 60 литров он может жрать это не совсем правильно потому что если я как читал от mercedes если ты целиком едешь в горку и жмешь просто тупо в газ то машина в это время есть по моему максимально до 99 кома они там соска не сравнивали я вот не помню вот что после точки стоял по 99 и 6 что летом стояла литра то есть этого максимально что он жрет если просто столько мы в час на первой передаче газ в пол ехать на так что такая ну и вот моя батарея чем показывает вот она ведь она заряжается дальше звездочки до этого на этого не делал среднее табло ну в стоячем если ты без темпомата едешь она вот так показывает здесь только выставить твою скорость посмотреть либо вот здесь на низ передвинуть и здесь быть показываются скорость и расстояние впереди едущей машины бак ну вот это лимит уже показывал оставляем скоростью показали сколько по городу где можно ехать опять твоя скорость нейтралка стоит то что афлит у меня это не переключается вот на рычаг я могу обжаться нажать держать ничего не будет происходить у нас это идет стандартно все у нас ничего не происходит с этой кнопочкой чё эко вождение ускорение как-то ускоряюсь и плавно жмешь или нет ездишь ли ты постоянно с одной скоростью это накат и это как насколько ты хорошо тормозишь то есть не вкапываешь тормоз и так далее там подобное и из этого выходит 92 процентная шапа города мотался она упала был 97 98 это телефон это это по блюту также вот блюту заходите этим же джойстиком вы можете переключать на право будет радио уберем приключено радио чтоб станцию поймать просто этим же джойстиком вот так вот оп на низ вам следующую волну ищет оп на низ опять следующую сторону блюту переключаете также если у вас что-то играет на низ на низ трики листать окей поехали дальше это мое вождение сколько я сегодня проехал за ну за одно время это за целый день по будет показывать это вот тушу я паузу стою сейчас и целиковые часы вождения за 7 дней как бы больше нечего смотреть также потому что показывают вас такой это и сколько часов за день две вот эти точечки это десятые часы я еще ни одного не брал ничего не показывает если ты один за лона будет белым гореть если два не всегда будут белым гореть погнали дальше ну и это вот навигатор если он куда-то настроен показывает вот так вот стрелочки вверх-вниз и как бы хотел чтобы она отображалась как на новеньких я не знаю там где на скане по-моему здесь вот меняется целиком дисплей чтобы показывал прикольно выглядит целиком дисплей не хочу хотелось бы чтобы здесь вот пока не об этом красиво бы но это свет это то что типа на пароль не работает он работает и температура и время как бы по факту с одной стороны это все но если перейти в этот планшет также вот давайте рулят огнем чтобы лучше ну так также управляйте этим джойстиком все очень просто все легко идет можно зайти сюда можно зайти в настройки и где-то было по моему здесь это было до стиль у меня сейчас стоит адвенция стиль это вот это отображается здесь и два варианта есть не у всех мерседесах это есть если шеф заказываю дешевую версию у него будет только один вариант и это будет вариант классик вот я нажал он сейчас передумывается одумывается все погасло сломалась шутка сейчас немножко времени надо и у вас становится вот такой вот вид тоже прикольно выглядит это более знаете такой вид как честно говоря не сидел новых мерседесах в легковых но мне кажется вот там вот так именно показывает и все здесь у вас спидометр обороты ваши также показывает это бака дыблю бак дизельный и все эти значки немного переместились и вот у вас принципе в середине то все что показывалось можно было листать здесь или здесь также вот вы вот этим джойстиком можете листать тормоза хоп показал еще просто назад не выходить вот так и по каждой не тыкать там километраж за сегодня там или общее лето здесь вы можете просто вот так движением пристать на низ и он будет показывать вот стар сколько я сегодня проехал мое вождение здесь будет показывать впереди едущей машины сколько километров и расстояния бак вот он этот эко режим она руф масло то есть все то же самое только эту посередине или вот такими символы вы можете листать его на низ прикольно оставим так поедем для разнообразия затошенную машине ось поднята по идее потом я поеду на прицепе еще поднимется все с этого дисплея все больше тут ничего нету как-то блин прикольно давно так не ездил я на старом что баллов сменял их туда-сюда для разнообразия ну блин меня добивал то что вот это вот вот это вот а здоровая блины как-то напрягалась но с другой стороны когда ты набираешь скорость если ты сейчас особенно пустой такой нихрена машина едет типа и вот этот стрелок и быстрый скорость набираешь когда у тебя маленькая настолько этого нет да так чё с этой стороны у нас нажать держать можно поговорить по идее честно говоря никогда не пользовался я не знаю это наверное роты а вот она с телефоном соединены я могу сказать на и она по идее включить все ништяк трубку положить вернуться обратно в меню главное громкость радио больше меньше и выключить звук и вот сенсор управления экранами давайте не будем это на экране ты чтоб я вам не загораживал климатизация выставлять температуру все вот это вот на сенсоризм работает вы нажали она выделилась и можете вверх листать вниз листать подтвердить опять на клавишу нажать также можете перейти в сторону вот один раз щелкнули у вас высветился на на авто и не знаю видно на камере выделять нет нажали на клавишу можете выбрать вверх-вниз включить там на себя можно наверх выключить все выключить целиком и вот обороты также нажимаете целиком выключить все вот это управлять легко на этой клавиши очень удобно нажимаем подтверждать так кнопка остаток если вы ехали с климой и где-то встали и вам нужно 10 там минут а я не знаю примерно где-то настолько 15 зависимости от жары вы можете нажать ее включить это что было либо с холодного воздуха либо то что у вас прогрелась мотор он это будет выдувать чтоб не расходовать там так народу я теперь могу рассказать просто закачаешься потому что потом потом скажу почему сейчас секунду пока я вам объясняю поставлю камеру на зарядку чтобы она не отрубилась и почему ты не заряжаешься хорошего папа или давай или надо срочно менять батареи так все ладно буду надеюсь не отрубится короче это остаток холодного горячего воздуха чтобы вы не тратили там дизель если включить обычную печку и был шум при он ну климный не тратить чтобы не тратился аккумулятор здесь как бы в общем это остаток выключаем его это стояночная клима можно включить также все выставляется плюс-минус обороты так далее там подобное это печка это обдув ну все это вы знаете на легкого ничего не изменилось это обратно мы выставляем на автомат это подогрев лобового стекла смысле не прямо такой подогрев у меня нету тэнов или ничего просто печка на лобовой херачит и все ну это вот обороты можно выключить автомат и будете сами также выставлять все так с этим мы разобрались давайте поменьше поставим здесь также есть выставить печку можно вот заходим заходим на нее здесь выставляешь время когда ты хочешь об она заработала выставляешь дни недели какие тебе надо понедельник пятница суббота воскресенье я вас к обычно воскресенье выезжаю меня стоит воскресенье что нагреет выключим ее пока температуру выставляете вот он передвигаются можно выставить потом дальше и функция либо печка либо стояночный это охладитель все два пункта ну либо можно это все стереть и он ее уберет их можно тут кучу выставить на всякие разные дни вот он но новую новую эту выставляем также все подбираете туда мсюды мс и все она вот она остается 13 часов клим вырубаем не нужно так погнали дальше это меню опустить поднять заднюю ось это помощь при трогании он ее опускает смысле подымает чтоб машина тронулась это когда скользко короче чтоб увеличить нагрузку на заднюю ось это чтоб горку помощь при трогании нахрен не нужна потому что если вы здесь зажали тормоз посильнее он автоматически это делает бессмысленная штука на новом это mercedes ну хрен с ней раскачка типа как на обычной легковой машине когда вы сцеплением балуетесь здесь пойти в теории это как бы с такой коробкой тоже есть но честно говоря это такая шляпа что она не работает толком по-нормальному как бы да все равно есть помощь какая-никакая но хрень никогда не помогал сколько раз уже пробовал это когда сдаешь назад две красные палочки горят значит она будет сильно пищать совсем выключить не будет пищать тихо пищит громко пищит когда совсем выключаете mercedes автоматически при этом режиме включает аварийку признать назад при этом он и все это распределяет по времени это я заметил если время уже поздно или темно где-то я выгружаюсь он автоматом выключает эту пипку и начинает баловаться аварийкой днем он пищит так что знаете mercedes умная штука так это выключить регенерацию этот фильтра если где-то вы кому-то приехали и он заработал чтобы не стоять не тарахтеть у кого-то или это выключаешь вопрос на простые все потом обратно можно включить это чтобы он полусы держал вот этот добивает да кстати про этот если чуть углубиться где она была дека режим тут от вождения вот он когда вы едете вот здесь если вы заползли заезжать он вам здесь и пишет то пусть вы заехали за полосу держите ровно либо также если он вам экорежим помогает высвечивается там вы слишком мало катились а там или вы хорошо тормозили это это как бы кто реально по эку ездит кому надо в принципе как и нам блин хорошая штука почитал нормально глаз вы успокоил это вот выключить регенерацию совсем ну точнее это при нет и неправильно это это принудительно включить это и отключить если вы кому-то приехали чтоб не тарахтеть от прицепа также поднять ось опустить и также помощь при трогании все это как бы тут работает все видите была одна он ее задрал ухты такие были на звуки такие все вылазить никуда не надо все элементарно все в компьютере есть так чё все тут по этому поводу прошлись него ну перри подушки спереди вся машина целиком подушки сзади отдельно можно настроить на м1 м2 положение те которые вам нужно то есть вы там задрали передок жопу опустили можно сохранить на м1 это обратно на дорожно-транспортное движение это если вы что-то здесь и делаете подымаете нажали стоп она перестала это делать на прицепе тоже также работает прицеп ось задрать нажать стоп либо также вернуть дорожно-транспортное положение там шипит опускается все очень удобно также вы можете запол запомнить какие-либо положения здесь и очень все удобно все в компьютере есть по красоте вот видите написал даже ангенгер любясты сегодня эти стоп это дорожно-транспортное все он опустил никаких больше табличек нету ничего все по красоте так погнали дальше это будильник можно выставить также во сколько времени и когда какая мелодия понедельник пятница часы как бы стандартно и также здесь вы можете выставить печку как и в том меню было двух местах и здесь последняя таймер на выключение вот этого дисплея то есть по сути лайки я допустим выставляю там допустим два часа и три минуты окей все это для того когда вечером вы пошли в кровать выключили зажигание у вас все потухло и вы включили этот мультимедийный экран чтоб у вас допустим как моем случае звук работал чтоб колонки играли если что-то смотришь и тогда допустим знаешь что там лег полежать радио просто играет либо я не знаю ты сидишь фильм смотришь он закончится через два часа нажимаешь таймер пошел и когда он истек он у вас автоматом отрубается очень удобная штука но сейчас она мне нужна свойствах что тут есть пи пи си включено это то что mercedes распределяет катиться мы с горки перед притормозить перед поворотами остановиться там или где-то это он все распознает это все вот это пи пи си ответственно удобная штука я не знаю я пользуюсь включить выключить можно и вот в нем подпункты есть внизу перед перекрестком либо поворот либо также вот там внизу темп элемент то есть ограничение скорости это все равно распознает за это все при 50 лицами обе ассистент ангейнгер конечно тоже нужную игру вообще выключен это вон тот треугольничек которая горит когда вы поворачиваете если там человек стоит или еще где-то он загорается оранжевым типа там помеха также он и ответственный за прицеп не работает потому что у нас нету камер это работает с камерами которые когда вы поворачиваете камера поворачивается за прицепом вы там видите поэтому я хочу камеры блин эти зеркала дерьмо не хочу каждого свое убеждение на нем не нравится и распознавание знаков на дороге да он есть он распознает но проблема в том что он их распознает только то что в навигаторе заложено он не видит их живую это косяк и король это накат то есть это когда он у него по машину пускает накатом и катится если по возможности это это возможно и тенчин ассистент это он вас предупреждать если кто-то впереди слишком резко тормознул или еще что то он у вас здесь на дисплей загорается пи 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 он пищит и показывать типа это я сейчас копаю в тормоз крыш модус это как вам сказать блин я даже честно говоря не знаю как это объяснить бывало в основном тогда у меня высвечивалась когда куда-то подымаешься в горку либо он заехать не может и вот этот газ 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 потом ты в тормоз жмешь и тогда он высвечивает эту штуку типа я не знаю сейчас прицеп слой я без понятия честно говоря вот насчет этой штуки это если на русский выставить может быть как-то было написано так чтобы вы поняли но дальше идем следующий статус статусе у нас резину давление в шинах показывает температуру и насколько батареи там заряжена также это можно посмотреть на прицепе также давление шин впереди сзади возвращаемся обратно оси каждую ось в отдельности сколько на нее давит переднюю заднюю ленивец у меня поднят общий вес машины и сколько вообще целиком с прицепом это именно вес машины также вы это можете посмотреть прицеп на улице и 2 тонны давишь у спереди что сзади сам прицеп весит именно прицеп 6 и 3 тонны ну и общий вес 18,6 меняется это то есть за машину за целиком за сцепку вартунг это когда следующее обслуживание машины на мотор допустим через 50000 то есть получается первый интервал обслуживание мотора 50000 я наездил 36 86 короче почти 90 штук на ретардер также через 50000 партикиль фильтрами нифига нету кюльмейтер через 94000 обслуживание коробки блин пипец еще можно ездить обслуживание оси обслуживание тормозов через сколько километров и так далее и тому подобное здесь у вас высвечиваются всякие ошибки которые у вас есть в моем случае вот она висит то что поворотник не работает также вы вот этой клавиши можете на низ перелеснуть сначала выделить пролистнуть на если вам покажете позамените лампочку на прицепе слева все электроника и заливали все электроника все показывать но это диагнозы это внутренние диагнозы пользуются и нафиг никому не нужно и никто не пользуется это на душу эти расшифровки иметь в голове что каждый назначен давай уже грузись и блин давай 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 работай не хочет но и ладно короче это шляпам никому не нужно особенно кто не шарина как я в этом погнали свет верху лампочки которыми стоят 4 штуки включить их здесь можно можно также включить чтобы эти круглячки на них подсвечивались это противотуманки внизу все он показывает что у вас загорается это очень красиво также вот она по идее вот то что этот блин как его звали 12 колесная жизнь по моему дальнобойщик на бочком короче германии тоже работает он недавно у когда там выставлял ролик то что где на этом о мерседесе включать противотуманки обычно вот кнопки были как вам показать таблет вот тут а вот кнопочки на старом были все теперь их нету это все здесь и по сути лайки если ты едешь тебя много отвлекаться не надо если ты уже привык к нему давно ты просто заходишь вот так он джойстиком места креста ну оп оп хренакс и включил все они загорелись ну то есть удобно настолько много ты не отвлекаешься за целиком весь свет выключить этот автоматом работает это ближний это говорит это противотуманка сзади внутренняя подсветка также можно включить максимально заработает весь свет также диваны можно желтая включить но все заработала красиво очень сделано все выключаем и ставим автомат нужно включить и выключить на автомате включить и выключить это подразумевается то что когда вы вечером едете уже стемнело или он фары включил вас целиком то тут синяя подсветка загорается вот эти вот маленькие лампочки они здесь а в ногах стоят когда на паузу стали включается этот желтый свет диванный тип отдохнуть на эту свет двери включить выключить я им не пользуюсь мне нафиг не нужно не люблю когда он загорается погнали дальше навигатор обычно навигатор ничего такого нету том том по моему здесь стоит не будем об этом рассказывать нафиг не нужен телефон подсоединяющего когда по блюту можно звонки кому куда чё короче на обычное управление через блютул на машине телефона радио отдельно сайта включается поиск радио звук это мельдует он говорит когда что-то там по дороге случилось но немножко выставить что-то там это все включать мы короче как обычно на мафонах машине ничего такого это музыка по блюту когда также телефон включен следующий плейлист назад время показывает пролистнуть настройках выставить эквалайзеры баланс можно либо также можно подключить юсб шку два входа не вот они так погнали дальше смартфон подключить это android берет либо apple car можете выбрать это тоже многим известно ничего не буду рассказывать это мерседесовская штука connect если она по идее все подключено правильный твой работодатель это делает то можете общаться не как у нас через вот эту штуку вам сюда присылается сообщение там можно почитать будет самому отправить настройки там так далее там подобно то есть их не именно мерседесовская эта штука на кнопка домой есть такая кнопочка быстрого этого если тебе поднять опустить машину прицеп который мы уже рассматривали быстрый переход то есть чтоб не сидеть здесь не листать ну и так же вот она звездочка справа можно выставить фавориты дисплей выключить это нужно добавить новые фавориты звук телефон и все и больше них она тут нет бедно скудно царик зайцы давай них она не произойдет потому что тут ничего не добавлял так что вот так кнопки внизу также печка больше вот она меняется меньше здесь вот там вы включите она загорится кто где сигналит или нет не показалось показалось так что там печка это также и кто захочет выехать ладно еще подойдет здесь вы выставляете также время это то есть быстрые кнопки также это акции все это это долго нажатием включить или выключить этот экран навигатор телефон блютушка это и громкость все все тут кнопки есть при выключить это антипробуксовочного если где-то вот застряли как я тут раз чтоб мотор не душил вам выключаете ее и едите газ в пол дифференциал поднять машину остановить вот эта кнопочка поднимает вас машину на 23 сантиметра если вы это делаете она не запрещено даже сам mercedes говорит ездить на ней если вы ездите на полу прицепе чтоб он стал немножко выше чтобы прицепом сзади не садились и наблежь либо где-то по хреновой дороге то есть теория и нажимаю сейчас и здесь на таблет загорится значок что машину чуть приподнята все это там буквально три сантиметра наверное четыре плюс минус но при этом вас клиренс становится выше вот он значок высвечивается клиренс становится выше но при этом вы не превышаете четырех метров по нормальному и темпомат адаптивный это все работает так что вот так вот большой ролик короче получился просили рассказал кому надо будет посмотреть если интересно как бы больше по сути тут лайки ничего нету все электроны все на кнопочку все удобненько вообще по красоте если чё-то еще интересует спрашивайте пишите расскажу из мало ли чё пропустил или хрен узнает расклад у нас таков загрузки у меня на сегодня нет красота полная так что мы выбираемся отсюда едем до ближайшего парчка загрузка у меня завтра в брауншвайге в 5 часов утра так что я сейчас забиваю адрес и мы катим отсюда все короче я выехал мне два часа до парчка ехать а часа блин до парчка блин ковылять и завтра в 5 утра загрузка загрузка и еще выгрузиться в этот же день завтра получается а потом еще по-любому и загрузиться вот кстати вот так вот выглядел когда надо активно на этом идешь круизе впереди то есть никого нету а так посвечивала машинка со скоростью и расстоянием до нее не то чтобы ничего прикольненького нравится большой но если мне почему так не нравится ездить когда стоит меню когда этого стояла у тебя справа и лево есть всякие те штуки вот ты можешь выставить которые реально нужны а здесь приходится так вот постоянно там вверх вниз блин туда-сюда листать как бы тоже можно не особо как неудобно но нормально два часа пей так что вот так вот ребята ни хрена не работаем работы нету возить нечего 150 километров пустым и грузится только завтра но ничего сейчас попрел попрел то фигеем еще потом жаловался сидеть да лучше я сидел бы там на паузе отдыхал бы как в прошлый раз блин на так что такой денек больше я вам наговорил как машине чем по факту за этими разгрузками ну по сути логики хотя бы набил время вам что-то посмотреть чем ролик вышел бы за сегодня на 20 минут и как бы просили люди рассказал на меня еще просили съездить бухенвальд и деревушке блин руки честно говоря не дойдут бухенвальд я вы как говорю мы уже были там материалы снят а вот до самого ваймара никак не доедем это одно то другое опять на этих выходных не съездил потому что у меня на опасные грузы отсиживать надо пятница суббота и дома считай не побывал на выходных и нихрена блин воскресенье так хай любом потому что придется еще воскресенье выезжать на следующей неделе у меня опять в субботу я иду на эти на модуль отсиживать заправ последний остался сделать январь январь блин такие вот два да кстати по поводу вот то что мы говорили переключаться нау то что не стоит афли там можно еще выставить а иконами а power но при нажатии на кнопку где это менять сейчас вылезет табличка невозможно мануэль и переключает переключение не так что люди вот так вот